В ситуации кризиса, как это ни странно, самое важное – это амбициозные прорывные проекты. Потому что на самом деле, если таких проектов не будет, смелых, мирового уровня и в конечном счете, безусловно, приносящих существенную прибыль для страны, то будет и дальше падать рубль, то мы, по сути, не сможем мобилизовать общество и не зададим смысл существования общества, в том числе и в хозяйственной части. Поэтому я считаю, что сегодня, как ни странно, одной из главных антикризисных мер является форсированное строительство города Циолковский как молодежной космической столицы России. Город Циолковский, напомню, это пока еще как бы не город, потому что в Совете Федерации только рассматривается обращение жителей Углегорска с просьбой переименовать зато Углегорск в новый город Циолковский. Но это имя придумал для Углегорска, который находится недалеко от нового космодрома Восточный, это имя придумал президент страны Путин. И мне кажется, это блестящее решение, потому что около космодрома в Амурской области, на Дальнем Востоке, где будет продолжаться космическая деятельность, и она, я уверен, будет иметь широчайший масштаб и, безусловно, лидирующие позиции в мире, должен быть Наукоград. В этом Наукограде прежде всего должна быть молодежь, которая за 10-15 лет сможет сделать вообще новый мировой космос, запустить новое поколение космических программ. И вот в этом плане это тот, казалось бы, точечный проект, казалось бы, точечное решение, которое уже задаст колоссальным смыслом ситуацию в стране, напряжение ее экономики, возрождение, восстановление машиностроения и станкостроения. И колоссальных новых индустрий, от лазерных робототехнических индустрий до огромного спектра новых индустрий. Поскольку именно в Наукограде Циолковской, как молодежной космической столице России, мы обязаны просто собрать самую талантливую нашу молодежь для организации такого всемирно значимого прорыва. Мне кажется, понятно, что очень многие воспримут мои слова как шапка закидательства, как некие оторванные фантазии, оторванные от реальности. Я уже привык к этому. Когда я пробивал космодром, тот, который сегодня называется Восточным, 7 лет назад, и когда 12 апреля 2007 года в Затоуглегорск перед его руководителями и перед жителями активом Затоуглегорск выступал и говорил о том, что здесь будет космическая деятельность, что Затоуглегорск сохранится и нарастится, это будет большой город, то, конечно, никто не верил в то, что я говорю, но люди очень хорошие, замечательные в Амурской области. Они открыто пальцем не крутили у виска и не показывали, что перед ними уступает сумасшедший. И, в принципе, сегодня сама жизнь доказала, что все наоборот. На самом деле, только стратегическое видение в итоге оказывается самым реалистичным и в итоге дает экономическую стоимость и сегодня колоссальные инвестиции в Амурскую область. Но поверить вообще во что-то серьезное очень трудно. На самом деле, самое серьезное, самое стратегическое и есть самое сложное. Как сказал мне один из разработчиков того проекта в 2007 году, нового космодрома и дальневосточного космического кластера, только несколько месяцев назад, попав в строящийся космодром Восточный, увидев колоссальное это строительство, он, несмотря на то, что вместе со мной писал концепцию дальневосточного космического кластера, он впервые поверил в то, что Крупнов не сумасшедший. Но неважно сейчас, будет кто-то верить, не будет верить, меня это, прошу прощения, совершенно не интересует, потому что гораздо важнее, чтобы замечательное строительство космодрома Восточный и города Циолковский в максимальной степени не превратилось в обычный рутинный объект, который потом будет стоять без пользы и будет затратным напрямую объектом. Мне вот самое главное, чтобы не произошло этого. Поэтому сегодня нужен молодежный проект, сегодня нужно уже отбирать по лучшим вузам России, в том числе, прежде всего, сибирским вузам, нужно отбирать лучшую молодежь и формировать молодежную космическую столицу Наукоград-Циолковский. Вот это главное, что я хотел сегодня сказать.